Спасибо всем, кто поддерживает творчество международного гроссмейстера Евгения Кондраченко не только лайками, но и звонкой монетой. 20 января 2023 года неоднократному чемпиону СССР гроссмейстеру Зиновию Цирику исполнилось бы 99 лет. И в честь этого знаменательного события, а также поддержки, которую оказываете вы, международный гроссмейстер Евгений Кондраченко запишет большой стрим и покажет 99 позиций из творчества гроссмейстера Цирика. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. А мы сегодня с вами рассмотрим одну леталку из русских шашек и также жертву, которую применил мой соперник. И одну позицию из творчества также гроссмейстера Цирика, которую важно знать и важно запомнить всем шашистам. Недавно я играл в турнире месяца на сайте лидеров и мне удалось из 27 партий не проиграть ни одной. Удивительный результат для меня. И сегодня я хочу показать одну из партий с сильным шашистом под ником BeHive. В переводе с английского значит Пчелиный Улей. Кто, кстати, знает, кто это такой, пожалуйста, напишите в комментариях. Нам выпала следующая жеребьевка дебюта, летающая шашка белая А3 летит на А4, черная А7 летит на А3. Ход белых. Есть два хода, СД4 и ЖФ4. Самый популярный ответ, конечно же, ЖФ4. У белых, видите, больше шашек на правом фланге, если разделить доску пополам. Поэтому они играют своим сильным именно правым флангом. Как правило, в гамбитных позициях играют именно правым флангом. Ну и в этой позиции у черных есть два варианта ответа. Либо играть в Ж5, как было в партии, либо играть в А5. Давайте вкратце рассмотрим ход в А5. Здесь интересно, есть позиционная ловушка со стороны черных. Ну, естественно, белым лучше всего меняться сразу же. И черным надо немножко разгрузить свой левый фланг, разок напасть. Ж6. Ну, допустим, белые меняются, естественно, одну шашку меняют. Ну и далее возможен такой вариант. ФЕ5. Загоняем белую шашку на бортик. Ж6. Ж7. Развиваем отсталую шашку. Ну, белые подтягивают шашки ближе к центру. ЖФ2. ЖФ6. ФЕ3. ЦБ6. Ж3. БА7. Ну, в этой позиции у белых есть два плана игры. Правильно играть ЕФ4. А вот ход ЖФ4, здесь шаблонный план игры, он здесь уже довольно-таки плох. Давайте рассмотрим вкратце оба плана. Если белый играет ЕФ4, наиболее правильный план игры, тогда БЦ5. Белым надо меняться. То есть они ждали, когда черные сыграют БЦ5 и сейчас с удовольствием размениваются. Естественно, бьют две шашки на Б6 и черные бьют на Ц5. Далее белые сдерживают центр черных, играют ДЦ3. Черным надо играть ДЦ7. Тогда белые играют ЦБ4 и, видите, пытаются окружить черных. Но черные не боятся, играют ЦБ6 и грозят напасть БА5. Поэтому белым самим надо нападать БА5. Ну и после хода ЦД4 идут размены. Бой-бой, бой-бой. У белых чуть более приятная позиция, но выиграть они не могут. Далее в партии возможен следующий вариант. ЕД2, ФЕ5. Белые меняются назад. ЖФ4, БЦ7. Допустим, ЖФ4, ЦД6. ЖФ4 и черным надо нападать. Заходить в липки ДЕ3. Единственный ход. Тогда белые меняются, АБ2. Ну и все-таки партия заканчивается ничьей. Например, ФЕ7, БЦ3. ЕФ6, ДЕ3. Черные нападают. ФЕ5 надо отходить. ФГ5. Тогда еще раз нападают. Заходят в липки. ЕФ4. Белые играют ЦД4. Побили, допустим, на Д2. На Б6. Поставили дамку на Е1. Белые ломятся тоже в дамке. БА7. Допустим, играем дамкой на Ж3. Не даем пока поставить дамку белым. Белые играют ЖФ6. И видите, либо шашку А7 проводят дамки, либо шашку Ф6. Поэтому партия заканчивается ничьей. Вот это наиболее правильный план игры. Но в этой позиции ее важно запомнить. Белые еще иногда могут запутаться и сыграть шаблонно. Ход ЖФ4 здесь уже не очень хороший. Тогда играем ДЕ5. То есть не даем белым высунуться в центр. Ну и здесь уже надо было играть ЦД4. Но белые продолжают играть. Допустим, ФЖ3. То есть они хотят заставить черных сыграть БЦ5. И тогда разменяться. Но выясняется, что это все-таки плохо. ЕД6. ЖА4. ДЕ7. Белые еще раз меняются назад. ЕФ4. Черные снова играют. ДЕ5. ФЖ3. ЕД6. ДЕ3. И вот здесь уже черные вылазят на поле Ц5. И не боятся размена ЦБ4. Почему? Потому что здесь у них уже будет подавляющая позиция. То есть после ЦБ4. Бой-бой. Здесь у белых уже, по-моему, проигрыш. То есть на ход АБ2. А куда еще ходить грозил ход ЕД4. Затем ДЦ3. Черные нападают. ЕД4. Приходится закрываться. ЕФ2. Лучшего нет. И тогда черные играют ФЕ5. Белые играют ЖА4. И кажется, что выигрыш у белых. То есть черным, видите, некуда ходить. Но это только кажется. На самом деле это фрагмент из партии гроссмейстера Зиновия Цирика. С тогда еще кандидатом в мастера Борисом Герцензоном. С переменой цвета. Партия 1952 года. Важно запомнить эту позицию, друзья. Здесь выигрыш черных. То есть черные отдают шашку. ЕФ4. И скромно играют СБ4. И выясняется, что у белых везде проиграно. То есть как бы сказал гроссмейстер Цирик. В сильнейшем варианте все заканчивается оппозицией 1 на 1. И действительно, давайте рассмотрим возможные варианты сопротивления белых. Но если белые меняются 2 на 2. Несмотря на лишнюю шашку. Черные здесь легко выигрывают. ДЕ5. ЖФ2. АБ2. ФЕ3. Просто ставим дамку по большой дороге. Приходится жертвовать. Иначе шашки белых будут обрезаны по большой дороге. И надо играть ЖФ6. Тогда отходим. Видите, нападаем дамкой. ДЦ3. Приходится жертвовать шашку. АЖ7. И играть ФЕ7. Черные щедро жертвуют свою дамку. И легко выигрывают. Так, это наиболее простой вариант. Второй вариант возможен, если белые играют в этой позиции ЖФ6. Тогда уже нападаем БЦ3. Ну, здесь возможны два варианта. Если белые играют ФЖ7. Тогда бьем по большой дороге. И грозим сыграть ДЕ3 и победить. Поэтому дамку, видите, ставить нельзя. Она будет тут же поймана. Поэтому приходится играть ФЖ3. Единственный ход. Тогда заставляем белых поставить дамку ходом ДЕ3. И затем жертвуем, допустим, шашку таким образом. И отдаем шашку ДЕ5. И ловим дамку белых. С выигрышем. Если в этой позиции белые играют не ФЖ7, допустим, а ФЕ7. Тогда возможен такой вариант. Бьем по большой дороге. Ну, и здесь белые легко побеждают. Убедитесь в этом сами. Здесь никаких проблем нет. У белых две лишние шашки вроде бы. Но ничей нету. Ни в одном варианте. Да, нужна некоторая аккуратность. Но белые проигрывают во всех вариантах. Ну, и наконец, самый сильный вариант. Если белые играют ФЖ3. Именно так и было в партии. Герцензон Цирик с переменой цвета. Здесь выигрывает единственный ход. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Выигрывает только ДЕ3. Очень сильный ход. Ну, и здесь, видите, грозит отдача ЕД2. Поэтому приходится отдавать белым шашку БЦ3. И идти в дамки. Ну, здесь черные делают снова потрясающий ход. Жертва двух шашек. Щедрость черных безгранична. И затем черные смело ставят дамку на поле Е1. И выясняется, что, несмотря снова на две лишние шашки, у белых проиграна. То есть, ну, допустим, АЖ5, как и было в партии, занимаем большую дорогу. Если белые будут просто подтягивать свои шашки ближе к центру, тогда уходим на А1 и, допустим, бегаем по полям А1 и Б2 с выигрышем. Ну, белые здесь поэтому решили поймать дамку. Вот таким образом. СД2 и ЖР4. Ну, здесь тоже выясняется, что после АБ2, ЖР6, мы ставим дамку по большой дороге. Приходится жертвовать АЖ7 и идти в дамки ФЕ7. Ну, черные снова жертвуют дамку. И как раз, вот видите, друзья, я вам обещал оппозицию 1 на 1. Белые начинают, но выигрывают черные. Вот такая, друзья, важная позиция. Еще раз остановлю. Вот в этой позиции выигрывает жертва. Е4. Запомните ее. Так, рассмотрели побочные варианты. Но в этой позиции я сыграл вместо Б5, я разменялся ФЖ5. Ну, естественно, бьем одну шашку. Ну, белых, видите, застряла шашка 1, шашка H2. Поэтому здесь, в принципе, позиция более-менее равная. Далее в партии было СД4. Играем на портик ЖР4. То есть мы выдавливаем белых в центр. Рано или поздно белым придется меняться ФЖ3. Ну, и шашка H4. Вот это слабая вроде шашка, но она уходит. А белые получают переразвитие, что невыгодно в гамбитных позициях. Поэтому белые сыграли БЦ3, пока выжидают. Я играю БА5. Ну, и здесь уже белые решили разменяться ФЖ3. Вот как раз о чем я и говорил. Играем ЦБ6. Размен ФЖ5 не страшен, потому что мы будем играть на отсталую шашку белых А1. Поэтому белые сыграли АБ2. Строят колонки в центре. Ну, здесь можно было разменяться. В принципе, БЦ5 с равной игрой. Но, видите, у белых три шашки по большой дороге. Поэтому я хочу поиграть еще на отсталую шашку Б2 в данном случае. Все играют ДЦ5. И в этой позиции белые делают хороший ход ДЕ5. То есть, они грозят сыграть ЕФ6. Ну, и я ухожу, естественно, от ЦБ4. То есть, полностью связал левый фланг белых. Ну, здесь меня поразил ход моего соперника ЕД6. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти сильнейший план игры за черных. Попытайтесь найти своей головой, а потом посмотрите мой анализ. У белых есть четыре варианта ответа. БЦ5, ДЦ7, ДЕ7 и ЖФ6. Ну, очень хочется в этой позиции сыграть ЖФ6. На самом деле, этот ход проигрывает. То есть, черные вроде бы грозят следующим ходом сыграть ДЕ5. Но белые в этой позиции проводят комбинацию неожиданную. Ставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. Она вроде бы простая, но такая необычная и труднонаходимая. Белые играют неожиданно ДЦ7 и ФЖ5. Ну, естественно, бить на Ф4 плохо, поэтому приходится бить три шашки. Тогда белые прорываются на преддамочное поле. Ну, и эту позицию я детально проанализировал. Все-таки выясняется, что у черных здесь везде проигрыш. Еще как-то побороться можно после хода БЦ5. Тогда белые ставят дамку на Б8. Ну, допустим, СД4. Грозим сыграть БЦ3 и прорваться в дамки. Ну, белые не лыком вшиты. Они тут же меняются. ДЕ3. Ну, черные, допустим, играют АЖ5. Тогда уводим дамку на поле А7 и грозим разменять шашку Ж5. Поэтому приходится уходить на поле А4. Тогда играем ЕФ4. Ну, здесь на любой ход, без разницы, играем ФЕ5. Ну, и снова на любой ход играем ЕД6. И угроза ДЦ7, видите, здесь неотразима. Поэтому черные здесь проигрывают. Такие примерные варианты. Здесь ничей у черных нет после хода ЖФ6. Именно на эту ловушку, похоже, и ловил меня мой соперник. Но я в нее не попался. Ну, еще возможен ход ДЦ7. Здесь он плох. Белые играют ЕД4. И затем бьют именно на поле Д6. Ну, и выясняется, что черным некуда ходить. Единственный ход это БЦ5. Тогда шашка отыгрывается. И у белых отличная позиция. Здесь ничья, предел мечтаний за черных. Поэтому так, естественно, играть не хочется. Какие еще возможны ходы? Возможен ход БЦ5. Ну, тогда белая игра ДЦ7. Приходится бить на Б6. Ну, видите, если побить, допустим, на Д6, тогда белая игра ТФЖ5. Ну, и у черных, несмотря на лишнюю шашку, видите, разрыв по флангам. То есть, и шашки на их правом фланге расположены очень неудачно. Здесь все-таки ничья за черных еще есть. Допустим, АЖ3, ЖФ6, ЖХ4, АЖ7, ЖХ2, ЖХ6, СД4. Ну, и здесь уже ФЕ7 играть плохо. Лучше сыграть АЖ5. Ну, и, допустим, далее АЖ3. Меняемся. Вот таким образом. То есть, возвращаем лишнюю шашку БЦ3 и БЦ5. И бьем затем на Е5. Ну, и все-таки черные достигают ничей. Например, БЦ3, ФЖ7. Меняемся назад, ЖФ4. ФЕ5, ФЖ3. Надо нападать. Белые тоже нападают, ЕД4. Ставим дамку на Ж1. И партия заканчивается ничьей. Ну, естественно, тут после СД2 самое главное увести дамку на А7, допустим, или Б6. Естественно, тут нельзя играть ЖФ2. Это единственная ловушка, которая есть в этой позиции у белых. Тогда белые после хода ЖФ2 ставят шлагбаум, так называемый. То есть, видите, жертвуют шашку и загоняют шашку у черных на С5. И, видите, шашка С5 мешает собственной же дамке. И здесь белые побеждают. Так что будьте аккуратны даже в таких простеньких позициях. То есть, рассмотрели первый вариант. Если черные побили на поле Д6, если черные бьют на поле Б6, здесь также у белых неплохая позиция. Допустим, ЖФ4, БЦ7, СД4, СД6 и БЦ3. Ну и здесь, кстати, хочу отметить, что надо играть только ФЕ7. Единственный ход. То есть, за белых так играть тоже хорошо. Хочется сыграть ДЕ5, но здесь неожиданно этот ход уже проигрывает. То есть, белые бьют именно на Ф6. И затем бьют именно вперед. Видите, выясняется, что на простые ходы, допустим, ФЕ7 или АЖ7 последует удар. ДЕДЕ4. Поэтому приходится играть ФЖ7, единственный ход. Вот тогда белые играют АЖ5. И черным, несмотря на лишнюю шашку, приходится только сдаться. Видимо, еще на такой вариант ловил меня соперник. Но все-таки в этой позиции я нашел сильнейший план игры. Именно ДЕ7. Такое нападение. Приходится играть СД4 и ЖФ4. Ну и в этой позиции есть два плана игры. Очень хотелось мне здесь сыграть Б7. Но все-таки я так посчитал. Примерные варианты сыграл БЦ7. Ну давайте рассмотрим Б7. Почему мне это не понравилось? Белые играют БЦ3. И непонятно, как черным реализовывать лишнюю шашку. Например, ФЕ7, АЖ3, ЕД6. Строим упор для размена на поле Е5. Ну и после хода ЖН2 меняемся до Е5. Белые могут, кстати, и одну шашку побить, и две. Ну, лучше, наверное, одну побить. Допустим, побили на Д6 и затем играем ЖФ4. Допустим, ЕД6. Белые нападают до Е5. И здесь надо только играть ЖФ6. Единственный ход. Тогда бьем на С7. И затем меняемся на ФГ5. Ну и снова, несмотря на лишнюю шашку, белые здесь делают ничего. Так, АЖ3, АБ6, ЖФ4, БЦ5. Белые нападают. Вроде бы кажется, что все плохо за белых. То есть играем ФЕ5 и грозим сыграть СД4. Но белые здесь снова проявляют щедрость. Играют ЖФ6 и АЖ5. И выясняется, что здесь уже, как сказал бы гроссмейстер Владимир Вигман, чисто хоккейная ситуация. Несмотря на двух лишних игроков, черные не могут реализовать численное преимущество. И партия заканчивается ничьей. Например, СД4, БЦ3. Бой-бой. Просто идем в дамки ЖФ6. СБ2 и, допустим, ФЕ7. Ставить черным дамку нельзя, поэтому приходится отдавать шашку. ЖФ6. Побили. И черные... Блин, что-то у меня все прыгает. Черные ставят дамку на А1. Играем ЕД6 и партия завершается ничьей. Вот такие варианты были возможны после хода БА7. Ну, в партии я сыграл на ход ЖФ4, сыграл именно БЦ7. Здесь у черных преимущества. В партии мой соперник сыграл БЦ3. И я сыграл СД6. И здесь мой соперник ошибся. Он сыграл АЖ3. Этот ход уже проигрывает. А надо было играть АЖ5. Давайте рассмотрим наиболее сильный план за обе стороны. То есть после хода АЖ5 приходится уже меняться до Е5. И белым надо бить только на Ф6. Остальное проигрываем. Ну, допустим, побили, побили. ФЕ7. ЖФ2. Черные грозят напасть на шашку Ж5, поэтому ее надо защитить. Ну, и на ход АЖ7 играем ФЖ3. Нападать ЖФ6 бесполезно, поэтому черные играют ЕД6 и грозят уже разменяться до Е5 и победить. Белых кажется печально все, но на самом деле все-таки оказывается ничья. Такой интересный прием. Белые играют СД4 неожиданно. И видите, ход кажется плохим, потому что черные могут провести комбинацию. То есть БЦ3 и бить назад нельзя, потому что черные сыграют до Е5 и победят. Но белые в этой позиции неожиданно бьют на поле Б4. И выясняется, что здесь снова ничья. Побили на Е5. Белые нападают ЖФ6. Черные играют ЕД4. Бой-бой. Ну, партия заканчивается ничьей. Допустим, ушли на А1. Надо жертвовать шашку. И черные прорываются в дамки. Белые также проводят вторую шашку в дамки. Но здесь партия заканчивается ничьей. Вот это сильнейший план игры за белых при... Как раз в плане игры за черных вести шашку Б8 на Д6. Но в партии мой соперник ошибся. А с Ж3. И здесь у меня был выигрыш. Проще всего было сыграть в партии ЖФ6. Но меня смутил ход ЖХ2. И здесь я выигрыша не нашел. Выигрывал простой двойной размен. ФЖ5 и ДЕ5. Ну и здесь можете убедиться сами. У черных здоровая лишняя единица. Белые здесь никак не могут сделать ничью. То есть вот этот простой выигрыш я почему-то не нашел. А я в расчете стал смотреть вот такой вариант. Допустим, ДЕ5. И меня смутило здесь, что после хода ЕФ4 кажется, что у черных нет выигрыша. То есть вроде бы надо играть АЖ7. Но белые здесь проводят комбинацию. То есть отдают шашку ДЕ3. Затем СБ2 загоняют черных дамки. И играют ДЕ5. Такая стандартная комбинация. Допустим, побили, побили, побили. Белые ловят дамку черных. Но здесь можно и на ДЕ8 побить. И можно побить, допустим, на поле АЖ8. Если белые бьют на поле АЖ8, здесь за черных даже есть еще ловушка. Играем БЦ5. И надо играть только АЖ7. С ничьей в дальнейшем. А вот ход АЖ3 здесь проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Ловушка указана международным гроссмейстером Евгением Кондраченко. Черные жертвуют шашку СД4. И затем играют ЕФ6. Белые бьют. И черные скромно играют АБ4. И выясняется, что на ход ЖФ4 черные отдают еще одну шашку. И играют БЦ3, допустим. Ну и видите, дамка белых и также ее две шашки остаются в заперти. Черные побеждают. Если же в этой позиции белые играют ЖФ4. Ну ничего страшного. Играем, допустим, БЦ3. Надо жертвовать АЖ5. Единственный ход. И выясняется, что тоже, что здесь дамка белых остается в заперти с шашкой Ж7. То есть видите, ход белых, а им ходить некуда. Такая симпатичная вещь. Но все-таки даже в этой позиции еще был выигрыш за черных. То есть не надо было играть АЖ7. Надо было пожертвовать шашку АЖ5. И затем сыграть ЕД6. Так, вкратце покажу возможные варианты. Допустим, ЖФ4, ДЦ5 нападаем. Приходится играть ФЖ5. Побили, 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 побили. Ну и здесь все-таки выигрыш у черных. АБ2, ФЖ5. И здесь надо сделать точный ход. БЦ5. Только он ведет к победе. Допустим, ЖФ6. И еще один точный ход АБ4. И черные постепенно здесь побеждают. Все-таки даже вот в этой позиции был выигрыш. Ну и еще раз напоминаю, что надо было играть не ДЕ5, а просто ЖФ6. Ну и после хода ЖХ2 просто меняться 2 на 2. Это самый простой выигрыш. Я почему-то не заметил в партии. Может быть переволновался или что. То есть турнир уже проходил почти 4 часа. Я очень устал. И все-таки не нашел выигрыш. То есть в этой позиции я разменялся. ДЕ5 белые побили на Д6. Я побил назад. Ну и здесь белые все-таки уравняли игрой. ЖФ4, ЕД6. ЖФ2, ДЦ5, ДЕ5. Признаюсь честно, здесь я решил, что уже побеждаю. У меня лишняя шашка. То есть мы грозим сыграть ЕФ7. И просто напасть ЕФ6. И выиграть партию. Тут вроде у белых нет шансов. Но белые предусмотрели такую комбинацию. Они нападают ЕД6. Приходится отходить ЕФ6. И проводят удар. СД4, бой. И ДЕ5. Такой стандартный удар. Но все-таки, к моему счастью, здесь у черных оказалась хотя бы ничья. Я уже думал, что вообще проиграл. Но ничья есть. В БЦ3 поменялись. Допустим, белые ставят дамку на Б8. Черные отходят. Белые меняются. Ну и далее в партии было. Я поставил дамку. Белые играют АЖ5. Я сыграл на С3. Черные, белые напали из поля АЖ6. Я разменялся. Ну и партия постепенно закончилась ничьей. Вот такие интересные варианты. В это воскресенье я буду играть товарищеский матч с любителем Никитой Рычковым из Ижевска. А в понедельник, друзья, у меня есть для вас сюрприз. Международный игросмейстер Евгений Кондраченко будет играть товарищеский матч с чемпионом России из Казани Денисом Шогиным. Так что не пропустите матч. Если понравилось данное видео, обязательно ставьте Лукаса и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Продолжение следует...